Кубку ИПА в составе «Газпром» игры, опасный момент и Рикординио забивает, открывает счет уже на второй минуте этой встречи. Не успели мы еще даже зачитать составы, а Рикординио уже забил. Потрясающий полумомент буквально, Рикординио подкараулил неудачную остановку мяча, я бы сказал, обработку мяча Робинио. И вот с близкого рассказа очень коротко, не успел даже сблизиться Путилов, сработал, пробил таким боковым ударом, ну и тут же смена составов у нас. Ну давайте, наверное, все-таки с нашими составами гораздо больше возможностей быстро проатаковать, это длится 1-2 секунды. Совсем недавно мы отметили годовщину 35 лет со дня трех секунд тех самых, ой-ой-ой, забивают наши. Чуть позже я продолжу мысль, забивают в наши ворота, отличился Андрей Куэль, один из лучших игроков первой встречи. Андрей Куэль и, конечно же, Сергей Леонидович Скорович берет минутную паузу, тайм-аут. Ну что же, такое молниеносное начало сборной Португалии, видимо, как разминку сейчас проводит, может быть, даже злы на эти московские пробки 2,5 часа от отеля. Я могу сказать, как из своего игродского опыта, многолетнего, что часто такие вещи происходили, действительно опаздывали на игру, задерживали в пробках, в самолетах. Часто Экельник Лима также забил после углового и забил очень эффектно слета. Быстрая атака наших Чешкало, Робиньо! Бруно выходит, сокращает угол обстрела. Лишнее было движение в районе, но вот гол! Гол! Иван Чешкало! Один-два! Забивает Иван Чешкало тот игрок, который прибавился в последние два года, именно в плане реализации своих моментов на победе. Смотрим повтором, вновь стандартное положение. Очень важный аспект в современном мини-футболе. Это раз за разом, раз за разом, вот этот момент, именно даже не угловой аут, но близко от ворот. Очень много прострелов, очень много таких нацеленных передач и очень много на этом игроке. Что еще вспоминаю, конечно же, и Алексей Попов самоотверженность. Сколько раз он получал от футбола? Ну, в общем, это с того, какой гол, вот посмотрите. Это Рлима! 2-2! Опять с лету, опять... Вот сейчас не самая очевидная ситуация. Вот оно и Рлима тоже забил с лету, тоже после углового, но сейчас практически отброски в ближний угол через всех игроков. Посмотрите, насколько она... И здесь мы обратили внимание, Жуа Маташ, 9-й номер, даже пригнулся, немножко побоялся этого удара. Да вот непонятно, зачем пригнулся Маташ, честно говоря. Я думаю, что Бебета от этого и... Дезориентировался. Дезориентировался однозначно совершенно. Надо было, конечно, принимать удар в плане профессиональной карьеры. Здесь же Шистеров вернулся в национальную сборную России и претендует на место в составе нашей команды на чемпионате. Дезориентировался. Янар Асанов. Минифунбальный блок КПРФ, 3-2. И вот они, ЧПДЛ. Вновь связка работает. Асадов, Ниязов и вновь та самая фирменная. И празднование гола. Потрясающий еще удар Сергея Абрамова. На самом деле, с него началось это взятие ворот. Асадов был хорош на добивании. Но как раз Абрамов пробил здорово опять издалека. Посмотреть, какой сложный удар получился. Мог бы мяч залететь в ворота прямым, если бы не Рекордини. Но Рекордини, таким образом, ассистировал Асадову. И тут же минута перерыв от Жоржа Браса. Но это понятно. 3-2. И на Погоре, как здорово, сработал игрок мини-футбольного клуба КПРФ. Минует Путилова с таких расстояний. Но не думаю, что все-таки это продуктивно. Забирает мяч Ниязов. И передача в дальнюю штабную гол. Артем Ниязов, Янар Асадов. Два представителя мини-футбольного клуба. Вернее, один представитель императрии футбольного клуба Дина. А второй представитель мини-футбольного клуба КПРФ. На прошлом году эти ребята играли в Дине. И в Газброме, и в Спартаке. Какая классная двоечка Ниязов продавил Асадов. В лучшем стиле замкнул передачу на дальней штанге Чемидора. Все до миллиметра. До миллиметра выстроено было. Вроде бы не такая уж контратака получалась. Сочетание стартовое звено сейчас на паркет. Выпустил Сергей Скорович. Равиньо. Лима. Он сейчас с мячом Чешкалых и Давыдов. Лима развернулся. Удал. Продавил Лима. Лима. Это пятый мяч ворота спорта Португалии. За всю историю выступления Лимы. За нашу национальную команду. Заводит. Заводит трибуны Эдер Лима. 5-2. То есть получается пятый мяч Лимы. И пятый в этой встрече. Продавил сейчас Петро Карри. И вот мы смотрим так классическая позиция центрального нападающего. Когда ты спиной находишься к воротам. Контролируешь мяч. Разворачиваешься и бьешь. 5-2. Идер Лима. Так. Таким образом. Что у нас получается из пяти мячей. Хочу напомнить, что сегодня большой футбольный вечер. В прямом эфире на федеральном телеканале Матч ТВ. Сразу после нашей игры вы увидите матч между футбольным клубом «Спартак» и «Ливерпуль». Матч Лиги чемпионов. Ну а тем временем мы пропускаем. 5-3. Не совсем удачно. Артем Ниязов сыграл в обороне. Вроде бы и прочитал момент вот этот. Но не забрал мяч. Вроде все было здорово сделано. Абрамов тоже перехватывал мяч. А по факту получил, что сбросил его на Каэли. Каэли, бро на Каэли. Ну вообще братья Каэли. Сегодня здорово смотрится. Ну что ж. 5-3. У нас еще веселее пройдут последние пять минут. Кстати говоря, мы все говорим, река. Еще один Каэлио. Двигается вдоль лицевой. Двой Чешкалов заберет печь. Забирает и Давыдов. Гол! Данил Давыдов. 6-3. 6-3 у нас отлично отбились наши ребята. Четверка. Кто там? Давыдов, Чешкалов, Милованов и Сережа Абрамович. Здорово на позиции последнего защитника сыграл. Чешкалов здорово доборолся. И молодец Давыдов, что предугадал возможность положить в исходы этой борьбы. И на подборе здорово сыграл. Награду ему сдал забитый мяч. И на подборе здорово сыграл. Награду ему сдал забитый мяч. Итак, продолжает португальцы играть в 5 болевых. Милованов удар. Попадет. 7-3. Громим мы самим португальцы во главе с лучшим игроком мира. Рикадиньо. Неужели 7 мячей? И пусть два в пустые ворота. Да, однозначно. Неважно, как ты забиваешь. Это тоже вопрос от защищаться. Перехватить мяч и попасть в пустые ворота. Это, я вам скажу, не так-то легко. Это не автоматический момент. Продолжение следует.